Открытый диалог с Александром Непомнящим Наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день, здравствуйте. Проходила или уже закончила, я не знаю, закончилась ли конференция J-Street. Я, честно говоря, не следил за тем, что там происходит, но вот некоторую информацию все-таки доходит до меня. В частности, там ярчайшие представители демократической партии выступали, такие как Берни Сэндерс, как Элизабет Уоррен, то есть такие яркие антисемиты, за которых, к сожалению, голосуют в том числе и русскоязычные евреи, которые называют себя друзьями Израиля. Вот могли бы что-нибудь сказать про эти выступления? Да, Сергей, действительно, была конференция J-Street и о том, что из себя представляет эта организация, что это за структура такая. И я хотел как раз бы сегодня немножко поговорить, но начну я с того, видимо, самого яркого, но это, знаете, слово «яркий» в данном случае является скорее с таким сарказмом, самого яркого сарказма выступления на этом мероприятии. И Парма первенства, безусловно, получила Элизабет Уоррен, поскольку на этой неделе, выступая на конференции J-Street, Элизабет Уоррен стала первым американским политическим лидером, который открыто призвал к свержению лидера союзного государства и братской демократии. Это, безусловно, историческое событие, но вот как в наши дни часто используют выражение «достигли дна». Так вот, Элизабет Уоррен на этой неделе достигла дна. Всего несколько лет назад, я напомню, сенатору Элизабет Уоррен была не более чем всеобщим посмешищем. В общем, по своим взглядам, она находится где-то на самом левом краю политического спектра. И поэтому её до недавнего времени рассматривали такую маргинальную фигуру в национально-американской политике. И, пожалуй, самая известная, самая большая известность, которую она обладала, была связана с циничным мошенничеством, совершённым ею ещё в академические годы. Я напомню, Уоррен из Бостона, белая протестантка, и она заявила, что происходит из индейца, сделала она это для того, чтобы получить работу в профессора в Гарвардской школе прав. То есть просто она врала, что она из индейцев, хотя, в общем-то, она никакого отношения к индейцам, коренным жителям американского континента не имела никогда, и никто из её предков не имел. И в своё время острый на язык Дональд Трампа обратил её жульничество в шутку, назвав её Покахонтас. С тех пор, в общем, к ней это прозвище и привязалось. Но сегодня, когда демократы возглавляют обе палаты Конгресса и Белый дом, а прогрессивное крыло демократической партии стало доминирующей силой в демократической партии, то наряду с красным Берни, с Берни Сандерсом, Уоррен оказалась уже одним из самых влиятельных сенаторов Америки. И в большинстве случаев то, чего она добивается, действительно происходит. На этой неделе Уоррен обратила своё внимание на Израиль, в речи, которую она произнесла на ежегодной конференции Джей Стрит. И речь Уоррена была явно важна для неё, поскольку сразу же после произнесения Уоррен выложил её на YouTube. И, видимо, пожалуй, она действительно была права, стремясь вытащить своё выступление наружу. С этой речью она действительно, можно сказать, вошла в историю. На конференции Джей Стрит Уоррен, как я уже сказал, стала первым американским политическим лидером, открыто призвавшим к свержению лидера союзного государства и по судьбе братской демократии. В своей речи Уоррен призвала, или скорее потребовала, чтобы противники премьер-министра Вениамина Натаньяу объединились и приступили к тяжёлой задаче искоренения коррупции, я цитирую, разумеется, Уоррен, и восстановления верховенства закона, отстранив Натаньяу от власти. Уоррен утверждает, что Трамп потерпел поражение только потому, что все силы политического спектра Америки, которые выступали против него, объединились вместе. А теперь избранные лидеры Израиля, заявляет она, должны сделать то же самое и дать израильскому народу нового премьер-министра. Ну, о том, почему Трамп потерпел поражение, мы могли бы говорить об этом отдельно. Поговорим сегодня о том, что предлагает Уоррен. Надо сказать, что на самом деле для многих израильтян, возможно, эти заявления Уоррен не кажутся чем-то шокирующим. В конце концов, толпы ненавистников Натаньяу в Израиле годами скандируют то же самое. Но, и вот здесь начинается очень важное, очень серьёзное «но», на которое я хочу обратить ваше внимание, между израильскими антагонистами Натаньяу и Уоррен есть, как говорили в Одессе, две большие разницы. Во-первых, она не израильтянка. Её призывы к оппонентам Натаньяу свергнуть его и сделать это с помощью парламентских уловок, а не выборов, представляют собой грубейшее вмешательство в внутренние дела другого государства, суверенного государства и к тому же ещё и союзников. Второе же различие между призывом Уоррен к изгнанию Натаньяу и призывами таких людей, как, скажем, лидер оппозиции Ейр Лапид, требующих отстранить примеры от политики, заключается в том, что её призыв прозвучал в середине одной из самых антиизраильских кричей, которые когда-либо были произнесены американским лидерам. Конечно, Уоррен не представляет себя ненавистником Израиля. Напротив, в начале своего выступления Уоррен заявила «Я привержен американо-израильским отношениям, я привержен безопасности Израиля». Но это же просто слова. К сожалению, интерпретация Уоррена термина «привержена» вряд ли отыщется в толковом словаре, потому что сразу после того, как она провозгласила свою «приверженность», возьмём её, еврейскому государству, Уоррен заявила следующее. Цитирую. «Ни один из самых священных аспектов дружбы не является таким важным, как говорить честно и иногда проявлять жестокую любовь». Изложение Уоррен «жестокой любви» началось с резкой критикой в адрес Трампа. Какая связь к Израилю, но тем не менее. Трамп, возмущённо заявила Уоррен, «подорвал 50-летнее лидерство США в качестве эффективного посредника, отказавшись от любых претензий на нейтралитет и отдав предпочтение Израилю. Это должно прекратиться». Уоррен говорил это, разумеется, в контексте отношений Израиля и палестинских оран. Но возврат к нейтралитету, о котором говорила, как бы необходимости, о котором говорила Уоррен, он уже недостаточен в мире приверженцем жестокой любви, согласно Уоррен. В прошлом, продолжила она, администрация США и члены Конгресса полагались на удобную точку зрения, согласно которой стороны должны собраться вместе и урегулировать свои разногласия путём переговоров. Но такого подхода, говорит Уоррен, теперь уже недостаточно, когда неравенство сил между сторонами столь значительно, как в случае Израиля и палестинских арабов, пассивные призывы к урегулированию путём переговоров не более чем увековечивают статус-коп. То есть, поскольку Израиль намного сильнее арабских террористов, то просто уговаривать стороны договориться и сесть со стол переговоров недостаточно. Таким образом, прияснив, что такое жёсткая любовь и приверженность Израилю, что она подразумевает под собой, а подразумевает она, как мы видим, поддержку палестинских арабов против Израиля, Уоррен стала уже объяснять дальше в своей речи, как это всё должно быть сделано. Во-первых, по её словам, Израиль должен начать действовать на благо палестинских арабов, которые страдают от израильской оккупации. Мы много раз говорили о том, как страдают арабы от израильской оккупации, но в данном случае Уоррен заявила, что в соответствии с международным правом Израиль обязан вакцинировать палестинских арабов от китайского вируса, от коронавируса. На самом деле, в международном праве такого обязательства не существует. Израиль действительно помогает палестинским арабам, потому что они соседи, и как бы они несчастные, сопливые, и вечно ноющие, но никаких обязательств вакцинировать не своих граждан, израиль не имеет, нет никакого международного права на эту тему. Она выдумала это просто, так же, как выдумала в своё время, что она пока хомтостит. Но кого действительно интересуют подобные нюансы? Ну, а затем Уоррен перешла уже к более серьезным вещам и изложила шаги, которые США, по её мнению, обязаны предпринять для расширения прав и возможностей палестинских арабов. Она призвала администрацию Байдена вновь открыть консульство США в Иерусалиме для палестинских арабов, которое Трамп закрыл, и вновь открыть представительство Организации освобождения Палестины террористической в Вашингтоне, которое тоже закрыл Трамп. Заметим, что оба этих шага, если Байден действительно, или когда Байден действительно займётся этим делом, столкнутся с серьёзными юридическими проблемами из-за поддержки террора палестинской администрации. Ведь Трамп не просто закрыл их по своей прихоти, он, конечно, большой молодец, что он это сделал. Но он закрыл эти представительства не просто так, а в соответствии с законом, который говорит, американский закон, что если организация поддерживает террор, если она нарушает договорённости, а именно это делает Регенерация освобождения Палестины, когда подаёт поклёпы и наветы против Израиля в Международный уголовный суд, так называемый. Так вот, из-за всего этого Трамп по закону американскому закрыл представительство ООП в Вашингтоне, ну и закрыл отдельное консульство в Иерусалиме, поскольку создал посольство там. Так вот, теперь Байден будет вынужден нарушать законы. Но это мы, как мы знаем, его не останавливало никогда. Орн также призвала США оказать помощь Газе, которую контролирует Хамас. Кроме того, она призвала США поддержать выборы палестинской автономии, которые должны начаться вот-вот. Несмотря на то, что по её же собственному признанию террористическая организация Хамас, вероятно, получит большинство мест в этом законодательном совете. То есть, по сути дела, сегодня, когда состоятся выборы в ближайшее время, когда состоятся выборы палестинской автономии, если эти выборы не будут, если они будут более-менее честными, то есть, Абумаза не применит силу для того, чтобы просто не допустить Хамаса до выборов, то большинство мест в парламенте автономии захватит Хамас, так как в 2006 году он сделал Газ. Но и Уоррен это понимает. Но она тут же заявляет, что поддерживать, как бы с одной стороны, поддерживать избрание террористической организации сложно, но тут же заявляет, что нельзя стоять на пути демократии или отвергать демократические результаты, которые нам не нравятся. Другими словами, должны пройти выборы в автономии, и пусть в автономии победит Хамас, так как он победил в Газе. То есть как бы Уоррен предлагает фактически, чтобы Израиль согласился с тем, чтобы на месте людей Самарии возник Хамаса, такой же, как в Газе, чтобы им было удобнее обстреливать ракетами и даже просто из обычного строкового оружия практически любой район Тель-Авива. Ну и в конце Уоррен излагает последний компонент своей жестокой политики любви к еврейскому государству, как она это назвала. По сути дела ослабление Израиля. Поскольку после того, как она уже узаконила будущий террористический режим Хамаса в Иудеи в Самарии и Газе, Уоррен обратилась к тому, что она назвала слоном в комнате военной помощью Америки и Израиля. И Уоррен, которая, напомним, якобы привержена безопасности Израиля, она сама так говорит, заявила, что Израилю необходимо запретить использование военной помощи США на оккупированных территориях. Другими словами, для королевы прогрессистских демократов то, что в автономии арабской будет править Хамас, это нормально. С этим как бы нужно смириться, потому что нельзя стоять на пути в демократии. Но Израилю при этом нужно запретить и защищаться еще. То есть, когда Хамас начнет обстреливать районы Тель-Авива, просто буквально каждый район с высоток Иудеи и Самарии можно стрелять практически любое место в Тель-Авиве обстреливать, то Израиль не должен будет защищаться, используя ту помощь, которую Америка предоставляет Израилю военную. И понятно, что как этот план согласуется в «приверженности», в кавычках, безопасности Израиля, мы не знаем. Но то, что он, безусловно, ведет к ее цели, озвученной, по уменьшению неравенства сил между Израилем и палестинскими террористами, это безусловно. Но Берни Сандерс тоже выступал на конференции «Жи-Стрит», как же без этого престарелого коммуняки. И он тоже повторил призыв в Орлен запретить Израилю использовать военную помощь США для защиты от агрессии палестинских террористов иудеи и Самарии и Газии. Они, конечно, говорят не так. Они говорят запретить использовать военную помощь на оккупированных землях. Там, где евреи оккупируют иудею, они не должны защищать себя от агрессии террористов. И это возвращает нас к призыву Орлена изгнать Натания, который был тоже озвучен в этой же самой антиизраильской речи, которую, наверное, бы не постеснялся зачитать лично и какой-нибудь иранский аяталат. Её политические предложения, предложение Орлен, ясно показывает, что ненависть Орлен к Израилю не имеет никакого отношения к Натанияу. Это всего лишь политика, цель которой усилить врагов Израиля и ослабить Израиль. И это политика, которую она и её комрады стремятся реализовать с новым премьер-министром в Израиле. Понимаете? Натанияу им просто мешает. Они же видели, как Натанияу восемь лет уворачивался от Обамы. Уж Обама и так его пытался прижать, и так какую-нибудь гадость Израиля. И они прекрасно понимают, что Натанияу и сейчас будет так вести себя. Он не даст Израилю в обиду. И поэтому всё, что нужно сделать, это поменять Натанияу на какого-нибудь более удобного или, в крайнем случае, более глупого. Если это не будет какой-нибудь вопит, который просто будет делать всё, что они ему скажут. Это, например, может быть какой-нибудь Беннет, который в силу своих амбиций и своей глупости просто не поймёт, как себя вести в такой ситуации. И Джейс Крит безусловно поддерживает эту повестку дня. В преддверии конференции Джейс Крит приснилась к Шалом Ахшаву, американскому отделению Шалом Ахшав, чтобы поддержать законопроект представительницы Конгресса Демократической партии Бетти Макколу. Она из Миннесоты, если я не ошибаюсь. Бетти Макколу из Миннесоты, демократка, призывает запретить Израилю использовать военную помощь США в Иудее и Самаре и Газе. Это, видимо, главный тренд сейчас демократов. На него они нацелились. Начать с того, чтобы запретить Израилю использовать военную помощь США в Иудее и Самаре и Газе. А где её используют? В Тель-Авиве, что ли? То есть, условно говоря, защита Израиля происходит именно в Иудее и Самаре и Газе, защита от террористов. Давайте там запретим Израилю защищаться, пусть защищается, например, где-нибудь в Гвинеи. Нет, в Гвинеи тоже нельзя, пожалуй. Пусть он защищается где-нибудь в Воронеже. Почему в Воронеже? Ну, потому что Воронеж никого не интересует. Пусть Израиль защищает себя американским оружием в Воронеже. А не в Самаре и Газе, откуда террористы обстрелят. Так вот, Маковым, на самом деле, это одна из самых антиизраильских законодателей на Капитолийском холме. Маковым из Миннесоты, демократка. Но ненависть к Израилю больше ведь не является препятствием для продвижения по службе в Палате представителей. Недаром спикер Нэнси Пелоси повысила Маковым до должности председателя подкомитета по обороне и ассигнованиям Палаты представителей. С этой позиции Маковым на прошлой неделе представила законопроект, запрещающий Израилю использовав военную помощь США, Ваудеи и Самари. Законопроект Маковым, который ложно обвиняет армию обороны Израиля в преднамеренном и систематическом причинении вреда детям палестинских арабов, основан на отчете одной из арабских террористических НПО, которые имеют тесные связи, и это известно, с террористической организацией Народного фронта освобождения Палестины. То есть террористы из Народного фронта освобождения Палестины пишут Писулю о том, что солдаты армии обороны Израиля систематически убивают арабских детей. И с этой Писуле Маковым приходит в Сенат, в Палату представителей, прошу прощения, и предлагает запретить Израилю использовать военную помощь США, в Иудеи-Самарии Гази. Ну, в Иудеи-Самарии Гази. Безусловно, хотя Джей Стрит растёт и набирает силу, эта организация ещё очень далека от захвата ведущих позиций среди американских евреев. То есть, давайте скажем честно, что всё-таки какими бы глупостями не были забиты головы американских евреев, тех, которые голосовали против Трампа и за демократов, главных врагов Израиля сегодня на планете, практически, всё-таки они в наивности своей это делали. И они на самом деле не хотят, чтобы Израилю было плохо. В большинстве своём, многие, большинство американцев не хотят, чтобы Израилю было плохо. И поэтому Джей Стрит, которая активно выступает против Израиля, она всё-таки пока ещё не контролирует мейнстрим американского евреев. И точно так же Уоррег, Макфоллум и Сандерс, главы самой могущественной и быстро растущей фракции демократической партии, прогрессистов, тем не менее на сегодняшний день как бы не являются, не пользуются поддержкой большинства своих коллег. Большинство их коллег, демократов, законодателей не разделяют их желание нанести вред Израилю, по крайней мере, в том, что касается военной помощи. Пока. После конференции Джей Стрит Эйпак добился того, чтобы большинство демократов подписали письмо главам комитета по осигнованиям с протестом против какого бы то ни было обуславливания военной помощи США и Израилю. В Эйпак, силы которого неизбежно слабеют по мере роста влияния прогрессистов, все еще способны собрать голоса, чтобы одобрить военную помощь Израилю. То есть, все-таки будем смотреть на вещи, как они есть. Джей Стрит набирает силу, но все-таки она пока еще не владеет мейнстримом еврейским в Америке. Эйпак теряет свои силы, но все-таки пользуется достаточным влиянием и может собрать вот такие вот голоса, чтобы одобрить военную помощь Израилю. Но так или иначе, хотя успехи прогрессистов, применящихся нанести урон Израилю неоднозначны, есть два четких вывода из речи Уоррен и ее коллег-демократов на конференции в Джей Стрит. Первый вывод касается самой организации Джей Стрит. В период своего расцвета, ну там еще, скажем, лет 15-20 назад, может быть, чуть больше, Эйпак занимался не только лоббированием военной помощи США и Израилю. Прежде Эйпак возглавлял произраильские инициативы в Конгрессе. То есть любая произраильская инициатива Эйпак был впереди на белом коне и лоббисты Эйпак сосредотачивались на вопросе, например, перемещений посольства США в Иерусалим и лоббировали законодатели до тех пор, пока эти идеи не превращались в закон. В отличие от них, будучи антиизраильским и возглавляемым при этом евреями лобби Джей Стрит, работает совсем не так. Джей Стрит как бы это антипод Айпак. Эйпак он произраильский, Джей Стрит антиизраильский, но возглавляется евреем. И работает он совсем не так, как Эйпак. Суть Джей Стрит состоит не в том, чтобы, будучи как бы антиподом Айпак, инициировать антиизраильскую политику. Нет. Работа Джей Стрит в том, чтобы отбеливать, как бы кашеровать, служить еврейским фиговым лиством для антиизраильских демократов-прогрессистов. Уоррен стремится помешать Израилю защищаться от агрессии палестинских террористов не потому, что этого добивается Джей Стрит и лоббирует ее. Нет, наоборот. Джей Стрит поддерживает обусловливание и предоставление военной помощи США Израилю, поскольку Уоррен и ее комарады хотят обусловить эту помощь, хотят подорвать силы Израиля. Антиизраильские демократы ежегодно приезжают на конференцию Джей Стрит, чтобы как бы получить кашрут, печать еврейского одобрения Джей Стрит своей антиизраильской политики. Понимаете, они откровенные антисемиты, они враги Израиля. И они приезжают в Джей Стрит, чтобы лидеры Джей Стрит, которые там все с большими еврейскими носами и еврейскими фамилиями, чтобы они им как бы дали печать кошерности, чтобы потом та же Уоррен и тот же Сандер сказали бы, какие мы антисемиты. Нет, мы же вот друзья евреи, вот Джей Стрит, наши придворные друзья, которых мы очень любим, мы у них все время выступаем, они нам ботинки чистят. Можно предположить, что чем более могущественными станут Уоррен и ее товарищи, тем меньше они будут нуждаться в этом своем еврейском фиговом листочке. И со временем рост прогрессистов вероятно сделает Джей Стрит даже менее актуальным лобби, чем Эйпл, понимаете? Им они сейчас нужны, когда можно будет уже расправить плечи и послать этих евреев ко всем чертям, тогда Уоррен и ее компания уже не нужны, им не нужны будут эти все удостоверения кошерности, потому что им не нужно будет скрывать уже совсем ничего. И тогда, конечно, Джей Стрит будет спущен со всех лестниц. Но пока еще Джей Стрит нужен, поскольку он как бы является вот этим, я бы сказал, таким вот такой вот еврейским, как бы еврейским оправданием для существования антисемитской деятельности всей этой команды. Ну и второй урок выступления Уоррен и в целом всей конференции Джей Стрит заключается в том, что эра двухпартийной поддержки Израиля по существу закончилась, все завершилось, нет больше. Израиль превратился в узкопартийный вопрос. Республиканская партия, произраильская партия, республиканцы практически все до единого открыто хотят сохранить и укрепить американо-израильский союз. Большинство же демократов, хоть и будут по-прежнему поддерживать военную помощь США и Израиля, вот так вот Эйпак сейчас их все подписал, предпочтут отмалчиваться, поскольку электоральная база демократов противостоит Израилу. Электоральная база демократов ненавидит Израиль, хочет ликвидации Израиля, и поэтому демократы, которые хотят сохранить свои политические позиции, будут молчать в тряпочку. Может быть, тихонечко еще будут помогать Эйпаку по старой дружбе, ну и потому, что все-таки как что-то у них там какие-то сентименты, какое-то понимание, что хорошо, что плохо. Но, если они хотят удержаться в своей партии, придется об этом научить. Демократическое руководство в обеих палатах не только отказывается предпринимать какие-либо шаги против ненавидящих Израиль прогрессистов, хуже того, в виде ресенатского большинства Чарльз Шумер и Мэнси Пелуси продвигают прогрессистов, даже несмотря на то, что политика их протеже открыто направлена на ослабление Израиля и расширение прав и возможностей врагов Израиля. В течение многих лет левые в Израиле и США обвиняли израильских правых, в частности, того же Натаньяу, в том, что тему сдали поддержку Израиля партийным вопросом сделали. И вот только выступление Уоррена и ее коллег на этой неделе доказало, что нет, ни правые в Израиле, ни Натаньяу не несут ответственности за случившееся. В своей 15-минутной речи Уоррен пять раз назвал отребование к Израилю уйти из Иудеи и Самарии моральным императивом. Понимаете, евреи должны уйти из Иудеи, потому что так правильно с точки зрения Уоррена. По ее мнению, любой, кто считает, что Израиль должен сохранить свое присутствие в этих районах, аморален. То есть, когда израильтяне говорят, ну, во-первых, это наша земля, просто библейская земля, все, что с нами самое важное произошло, там происходило. Но не это даже важно. Если мы оттуда уйдем, туда придет ИГИЛ, Таиш, Хамас. Туда придут люди, которые будут расстреливать улицы Тель-Авива, Иерусалима, практически любого города в Израиле из легкого стрелкового оружия, потому что у нас же тут маленькие, все очень маленькие масштабы. И вот этим людям Уоррен говорит, вы просто аморальны. То есть, евреям, израильтянам, которые хотят защищать свою жизнь, она говорит, вы аморальны. И поэтому, если противники вывода аморальны, противники отступления из Иудеи и Самарии аморальны, из этого, естественно, следует, что они не разделяют ценности Америки, как их себе представляет Уоррен. А поскольку они не разделяют прогрессистские ценности, они не могут быть союзниками Америки, которую заново выстраивают теперь Элизабет Уоррен и Перни Сандерс. Понимаете, к чему они ведут? Они ведут к тому, чтобы полностью делегитимировать, делегитимизировать Израиль. Чтобы Израиль стал нелегитимным. Вы хотите жить, значит, вы нелегитимны, вы не имеете права, вы должны ликвидироваться, убиться об стену, лечь в море, утонуть там. Или вы аморальны, и мы вас поддерживать не будем. Вот к чему ведут ведущие стрелы сегодня демократической партии. Что касается Джо Байдена, то пока трудно уловить разницу между ним и лидерами-прогрессистами. Возможно, он не пойдёт по антиизраильскому пути так быстро, как они бы хотели. Но пока что Байден не сделал ничего, с чем они не были бы согласны. Его траектория, как и их, собственно, вполне ясно. И это не сулит Израилю ничего доброго, по крайней мере, ближайшие четыре года. Сергей. Да, к сожалению, и Сэндерс действительно выступил за ограничение помощи Израилю, призвал использовать эту помощь с целью давления на Израиль, с тем, что якобы Израиль нарушает права человека и относится к палестинцам, как к людям второго сорта. И я обращаюсь к нашим радиослушателям, тем, кто голосует за демократическую партию. Я понимаю, что вы будете бегать на демонстрации в поддержку Израиля, ну, собственно, как и на демонстрации против ограничения въезда исламистов на территорию Соединённых Штатов. Но голосуя за демократическую партию, вы должны отдавать себе отчёт, что вы голосуете за врагов Израиля. Именно так, Сергей. Именно так. Сегодня демократическая партия это один из самых влиятельных, сильных и опасных врагов государства Израиля. И самая опасность в том, что они чётко понимают, что им нужно сделать, чтобы ликвидировать Израиль. Сегодня в Израиле есть один политик, который им умеет противостоять. Это Натаниял. Который будет использовать все свои умения, всё мастерство, все свои связи в Америке, всё уважение, тот авторитет, который у него есть в мире, чтобы уберечь Израиль от попыток его ликвидировать. И поэтому сегодня они все нацелены только на одну. Пусть будет кто угодно, пусть будет даже самый какой-нибудь безумно правый израильский политик, лишь бы не Натаниял, потому что он единственный, кто представляет для них опасность. Любого другого они согнут, обманут, размажут и затем смогут уничтожить Израиль, добиться того, чего они так хотят и о чём они открыто сегодня говорят. И нельзя уже никого обмануть. То есть, чтобы не говорили сегодня пустословы и пустозвоны, сегодня лидер демократов говорят открытым текстом, они добиваются ликвидации Израиля. Не Натаниялу они хотят сменить, они хотят ликвидировать Израиль. И Орн на конференции через спит об этом сказала очень чётко, по пунктам. Если вы не хотите этого слышать, то это ваша проблема. Давайте мы сделаем небольшой перерыв. После перерыва обязательно примем звонки, а сейчас мы просто обязаны прерваться, так что никуда не уходите. Открытый диалог с Александром Непомнящим. Возвращаемся в программу Александра Непомнящего. Телефон в студии 847-400-5200. И, как и обещал, примем звонки. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Александр, вы знаете, то, что вы рассказали про Пакахонтес, это для нас не новость и другого от неё ничего нельзя было ожидать. У меня вопрос к вам, во-первых, как восприняли это безобразие в Израиле? Может ли быть такое, что они действительно пойдут по пути, которые она указывает? Ну, эти самые враги Натаньяху имею в виду. И второй вопрос, не вопрос, а просто как бы надежда, мы всё-таки надеемся отвоевать Конгресс через два года. Может быть, не придётся четыре года страдать Израилем, может быть, только два. Спасибо большое. Ну, по поводу второго, безусловно, как бы я очень болею и переживаю за Америку и за её великий народ. Я очень хочу, чтобы вы действительно сумели избавиться от этих коммунистов до того, как они уничтожат вашу страну. Что касается врагов Натаньяху, в Израиле, то этот призыв — это, так сказать, не более чем, скажем так, озвучивание желаемого, но они и так действительно объединяются. И вот сегодня Беннет, человек, который до недавнего времени ещё воспринимался как неотъемлемая часть правого лагеря, сделал заявление о том, что он начинает попытки формирования так называемого правительства национального единства. это смешно звучит, потому что у правых сейчас больше половины в Кнессете, если бы действительно все правые объединились бы вместе, они могли бы создать правое правительство, которое успешно продвигало бы правую повестку дня. То, что собирается делать Беннет, это фактически сделать себя премьер-министром и собрать под собой левые партии, потому что правые партии, большинство правых партий к нему идти не хотят. Собственно, Беннета купили, вот помните, как у Апуджавы его знаменитой песенки «На дурака не нужен нож, ему немного с трекороба наврешь и делай с ним что хочешь, а на хвастуна там не нужен нож, ему немного подпоешь». Так вот, Беннету немножко подпели и обещали с трекороба, обещали сделать его премьер-министром и глава партии с семью мандатами из 120 уже возомнил себя действительно великим полководцем и премьер-министром и сегодня он уже в открытую говорит, что вот да, он согласен на такое, что левые соберутся, сделают его премьер-министром, вот он будет премьер-министром, это самое важное, видимо, для него, ну а то, что по сути дела правительство, которым создаст, будет левым и он уничтожает возможность правых сделать полноценное правительство, которое сможет защищать себя и от наездов американской администрации Байдена, и от Ирана с его экспансией, и наконец просто спасать экономику Израиля после короны, об этом он думать сейчас не хочет, и в этом смысле, конечно, все это звучит очень тревожно и очень печально. И следующий звонок, добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Александр, добрый день, Сергей. Вы знаете, интересно, что мы, я вам этот вопрос задал на прошлой неделе, и вы ответили совершенно правильно и положительно. Израиль, не то что, я считаю, обязан отказаться от этой помощи, не нужна она ему, вы понимаете? И кроме Нитанияху, я не вижу, никто другой на это не пойдет, потому что тогда не будет вот эта вся левая шваль, эта дрянь, указывать, что Израиль от них зависит, зависит, зависит. Реально, как вы считаете, это вообще возможно сделать? Но опять же, я думаю, что только можно сделать при Нитанияху. И теперь там второй вопрос, совершенно по другой теме. Я прочитал сегодня в ваших СМИ, вообще в Джерусал-Импост, что посол Украины в Израиле предложил Нитанияху стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом. Вы это считаете реально или это как это все может быть? Я с удовольствием послушаю ваше мнение на радио. Спасибо большое. Спасибо большое за вопрос. Ну, во-первых, по поводу помощи я считаю, что да, безусловно, Израиль может отказаться от американской помощи. Это не будет безболезненно, потому что любые деньги в бюджете это всегда деньги, на которые ты рассчитываешь. Но Израиль сегодня достаточно богатая страна, чтобы не пользоваться этими деньгами. Я думаю, что когда демократы говорят об ограничениях, об уславливаниях, они имеют в виду не только и не столько вот эту известную финансовую составляющую, сколько вообще нарратив новый оказывать давление на Израиль и потихонечку отжимать его, так сказать, жёстко, так как никогда ещё не вели себя против Израиля американские власти, для того, чтобы заставить его отступить, пойти на уступки, пойти на компромиссы, несовместимые с дальнейшим существованием государства и так далее. Поэтому проблема, конечно, не в самой помощи, от неё там можно отказаться. Проблема в том, как демократы нацелены на уничтожение еврейского государства. Что касается вот этой действительно новости, которые вы сказали, да, это очень интересный момент. Мой знакомый, хороший журналист Шимон Бримен, хаевский журналист, израильский журналист, который много занимается вот именно вопросами Восточной Европы, сегодня написал, что несколько лет назад, пару лет назад он встречался с Натаньяу в группе журналистов русскоязычных и фактически как бы в шутку спросил Натаньяу, он сказал, у вас такие, в общем-то, очень деловые, очень корректные отношения с Путиным и у вас такие тёплые отношения с Зеленским, может быть, действительно вы бы могли стать посредником между Россией и Украиной. На что Натаньяу, ну, собственно, это был формат такой как бы неформальной встречи, он сказал, шутя, что я обычно, ко мне часто обращаются представители разных стран с просьбой посредничать в тех или иных международных вопросах. Я, как правило, отказываюсь, потому что ни сил, ни времени, как бы слишком много проблем у Израиля. Но если вы меня просите, то, конечно, я, безусловно, подумаю ещё раз на эту тему. Но это было в шутку. И вот сегодня мы узнали, что не прошло и двух лет, и это уже был не вопрос израильского журналиста в такой неформальной встрече, а это действительно был вопрос посла Украины в Израиле, который спросил, обратился к Натаньяу и сказал, может ли он быть посредником в распутывании очень сложных отношений, которые, как мы знаем, сейчас существуют между Россией и Украиной, между Москвой и Киевом. И по словам посла, не было никакого официального заявления в Израиле на эту тему. По словам украинского посла, Натаньяу не отказался и сказал, что он постарается приложить все свои силы для того, чтобы помочь в этой ситуации. Являлось ли это просто, скажем, вежливым дипломатическим ответом или действительно Натаньяу попытается взять на себя еще и эту роль? Я пока сказать не могу. В Израиле, кроме одного телевизионного канала, англоязычного, который рассказал всю эту историю достаточно подробно, привел интервью с украинским послом, не было никакого официального заявления со стороны пресс-службы Натаньяу о том, что действительно он рассматривает такую возможность. Насколько я понимаю, на Украине тут же это привело к всплеску антисемитских каких-то обсуждений, мол, типа сейчас эти евреи нас тут сдадут. В России, насколько я знаю, вообще тоже не обсуждалось это никаким образом. Так что пока что этот вопрос из области спекуляций. То есть вроде как Украина обратилась к Израилю, вроде как Израиль сказал подумает и постарается сделать все, что возможно. Конечно, мы с вами понимаем, что это очень щекотливая ситуация. То есть да, безусловно, Натаньяу выстроил очень корректные, очень деловые отношения с Путиным и у него очень теплые отношения с молодым украинским президентом, но оказываться посредником в такой сложной ситуации, понимая, что в итоге недовольные потом обвинят именно тебя в том, что что-то не получилось или что-то... И, конечно, самое главное, сейчас Натаньяу пытается изо всех сил спасти Израиль и удержать как-то правое правительство, вопреки всему, фактически, борясь практически на всех фронтах, на всех направлениях. И к этому ещё добавляется вот эта новая задача. Вряд ли он возьмёт её на себя, по крайней мере, в ближайшее время. Другое дело, что здесь мы видим очень важный момент, понимаете. Натаньяу сегодня достиг такого уровня политического, международного, что на Украине не последний скорее в мире. В серьёзе рассматривают, вот давайте возьмём его как посредника. То есть это некое признание уровня того, насколько действительно велик Натаньяу в плане дипломатии и международной политики. И, увы, в Израиле огромное количество людей этого не понимает и не ценят. Как сегодня очень горько написал израильский другой журналист и писатель Юрий Мо в своём блоге он написал, существует, ну, в шутку написал, конечно, такой горький ироник, длиннющий список стран, которые бы мечтали о том, чтобы Натаньяу стал их премьер-министром или президентом. Но в этот список не входит Израиль. Увы. Вот так. Давайте вернёмся к нашим политикам и, в частности, есть ли у Байдена какая-то внешнеполитическая доктрина? Да, Сергей, это тоже, на самом деле, очень важный вопрос. Для нас, израильтян, это особенно важно, но это важно и для американцев. И я поэтому решил поговорить сегодня об этом немножко. Тем более, что в контексте недавнего заявления, сделанного Линдой Томас Гринфельд, послом США в ООН во время её уступления перед сетью национального действия National Action Network Элла Шептона. Если принять всерьёз слова с тем резким осуждением Соединённых Штатов Америки, которое высказала Линда Томас Гринфельд, напомню, посол США в ООН во время этого интервью, то придётся признать, что это было, вероятно, одно из самых противоестественных и безумных заявлений, озвученных американским, но, пожалуй, любым другим дипломатам за последние годы. В этом своём выступлении Томас Гринфельд заклеймил США как страну, по сути своей, являющуюся воплощением зла и неподлежащую исправлению. «Я на своём опыте», сказала Линда Томас Гринфельд, «убедилась в том, что американский первородный грех рабства вплёл превосходство белых в наши основополагающие документы и принципы». Возможно, людям, которые не совсем в курсе всего этого, покажется вообще невероятным, что посол США в ООН такие вещи говорила. Но на самом деле скандальное заявление Томас Гринфельд стало лишь продолжением, повторением куда более развернутого выступления, сделанного ей в ООН лишь в прошлом месяце. Понимаете, представитель США в ООН в ООН в прошлом месяце, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, посвящённой Международному дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, заявил о том, что, мол, первородный грех рабства вовсе не исчезан в американской жизни, а лишь обрёл новую форму. «Прямая линия протянулась от рабства к линчеванию, сегрегации и массовым заключениям», заявила послица США в ООН. Иначе говоря, по мнению Томас Гринфельд, рабство отнюдь не закончилось в тот момент, когда сотни тысяч солдат Союза в ходе гражданской войны отдали свои жизни, чтобы положить конец рабству. И оно не закончилось с внесением поправок в Конституцию и даже возникновением движения за гражданские права. Нет. По её мнению, американский первородный грех рабства продолжает оказывать ужасающее влияние на американский народ и сегодня. Теперь давайте поймём, важнейшая работа дипломата в любой стране состоит в том, чтобы создавать достойную репутацию в своей стране, перед народами мира. То есть посол ООН в Америке должна защищать позиции США в ООН. И в ООН, причём структурой, которая изначально в ней доминирует тиранией, США по определению находится всегда в таком как бы отчуждении и в изоляции. Не случайно, по сути дела, единственными успешными инициативами США в ООН были лишь те, что напрямую поддерживали злодеев. Например, Барак Обама, когда вернулся в контролируемый диктатурами антиамериканский, антисемитский совет по правам человек или узаконил ядерную программу Ирана. Это встречали в ООН и Уран. И вот многократно атакуя, осуждая свою собственную страну, Томас Гринфельд доносит до своих коллег послов ООН две вещи. Две вещи, очень важно. Прежде всего, ни у одного из зловещих режимов больше нет ни малейших причин серьёзно относиться к критике США за нарушение прав человека в их собственных странах. Ведь обвиняя свою страну в использовании частных тюрем как складов для чёрной и темнокожей молодёжи, это цитата из Томаса Гринфельд, она ясно сигнализировала режимам вроде Ирана, Венесуэлы, России, Китая, Кубы и другим тиранеям, что те и дальше могут спокойно продолжать издеваться над своими собственными гражданами, поскольку Америка ничем не лучше. Понимаете? А во-вторых, и это тоже очень важно, Томас Гринфельд дала понять, что США отказываются от лидирующих позиций в свободном мире, возвращаясь вместо этого к прежней политике администрации Обамы, этому пресловутому пассивному влиянию в ООН, иными словами занимая позиции, выгодные врагам США. Но главный вопрос состоит в том, является ли клевета Томас Гринфельд в адрес США её собственной позиции или же выражением внешнеполитической доктрины администрации Байдена. И ответ становится ясным, когда мы посмотрим на то, как нынешняя администрация Байдена разбирается с ключевыми программами Ближнего Востока, проблемами ядерной программы Ирана и финансовой помощью США, спонсирующей террор палестинской администрации. Мы знаем, что Байден начал так называемые непрямые переговоры с Ираном в Вене, которые, по сути, возвращают в сторону ядерной сделки с 2015 года. Иран с самого начала нарушал эту сделку и продолжал её нарушать постоянно. И в 2018 году Трамп вывел США из ядерной сделки и ввёл экономические санкции за всё это. И более того, Трамп добивался того, что если бы новая сделка и была бы сделана, она должна была закрыть те дыры в этом договоре, которые позволяли Ирану безнаказанно продвигать свою ракетную программу, заниматься экспансией в соседних странах, поддерживать террор во всём мире. И от всего этого теперь американская сторона отказывается. Американ и иранские переговоры проходят через европейских, российских и российских посредников и не лицом к лицу, поскольку Иран отказывается опускаться до разговоров с американцами. Понимаете? Прошлые американские переговорщики просто отказались бы подвергнуться подобному унижению, потому что вряд ли стали бы мириться с таким пренебрежительным отношением со стороны крупнейшего в мире спонсора-террора. Но, тем не менее, сейчас всё по-другому. И команда Байна не только прощает откровенное презрение к себе, когда с ними даже не хотят разговаривать, и разговаривают через посредников, но и капитулирует перетребования о ЕТО буквально на всех направлениях. Но это не всё. Точно так же унизительное самопричевание обнаруживается и в отношениях администрации с властями палестинской автономии, потому что сейчас явно нарушая американский закон Форса Тейлора, который запрещает финансировать автономию, пока та поддерживает террор и платит пенсии и спонсирует террористов, убивающих евреев. Байден объявил, что восстанавливает финансирование власти автономии. Он будет делать это через всякие хитрые ухищрения, через какие-то гражданские организации, якобы неконтролируемые властями автономии. Но при этом готовность Байдена нарушить законы США ради восстановления финансирования, оно ведь не принесло ему даже малейшей похвалы со стороны властей автономии. Лидер автономии Махмуд Аббас просто откровенно говорит, я не хочу разговаривать с госсекретарем Блинкеном, типа, кто это вообще для меня? Пусть мне Байден звонит. И еще требует, чтобы Байден немедленно отменил эти законы, закон Форса Тейлора, налагающий санкции на террористов. И вот превратить проводимую администрацией Байдена политику национального унижения в осмысленную внешнеполитическую доктрину, потому что невозможно. Невозможно себе представить, что это есть внешнеполитическая доктрина. Почему? Потому что все прежние внешнеполитические доктрины США от изоляционизма или до либерального интернационализма начинались прежде всего с обоюдного согласия обеих партий в том, что внешняя политика США должна быть направлена на продвижение интересов США. И при этом как бы признавались, что США является моральной и выдающейся страной. Но политика администрации Байдена начинается с утверждения, будто бы США аморальная и абсолютно посредственная бестолковая нация, которая не имеет права не ожидать уважения со стороны других, не продвигать свои собственные национальные интересы. Союзники Америки, например, Израиль просто шеломлины этим поведением администрации Байдена, но в свою очередь враги Америки стремительно извлекают из него выгоду. Мы знаем, мы видим это всё. И единственный способ понять, что происходит, то есть что это за внешнеполитическая безумная доктрина, это признать, что речь вообще не идёт о внешнеполитической доктрине. Понимаете? Все эти заявления Томас Гринфельд, они вообще не относятся к внешней политике. Это просто продолжение внутриполитического заискивания Байдена перед радикалами, контролирующими его собственную партию. В этом очередном преклонении колена администрация Байдена как бы уже внедряет расовую теорию свою в сферы не только внутреннего правопорядка, общественного здравоохранения, иммиграционной, экономической политики. Она её проецирует на мировую аренду. И цель этого признания состоит вовсе не в том, чтобы продвигать интересы в Америке, в мире. Цель этих заявлений — сигнализировать фанатичным прогрессистам, руководящим нынешней демократической партией, о том, что Байден их человек в Белом доме. Понимаете? На протяжении холодной войны обе американские партии считали, что политика останавливается у кромки вод. Что такое кромка вод? Ну, это имеется в виду границы Америки. Иными словами, дебаты по внутренним вопросам не могут и не должны влиять на внешнюю политику США, её приверженность в защите своих интересов и интересов союзников. Человек, который придумал эту фразу, сенатор-республиканец Артур Ванденберг, он объяснял, «Для меня двухпартийная внешняя политика означает совместные усилия в рамках нашей неотъемлемой двухпартийной системы, объединяющей вместе наши официальные позиции у границ, у кромки вод. То есть мы можем ругаться между собой о внутренних проблемах, но когда мы выходим как бы лицом к миру, мы должны объединяться, потому что Америка должна выступать с максимальной силой против тех, кто пытается раздалить, разделить и завоевать. Так говорил Артур Ванденберг, республиканец. И вот сейчас, когда у Байдена спросили, уволит ли он Томас Гринфельд в свете того, что он использовал тезисы китайского МИДа для нападок на Америку, то есть человек, который должен защищать позицию Америки в мире, сказал, что Америка как бы институционно, ингерентно, это преступное государство, которое нельзя починить, даже нельзя исправить. И вот пресс-секретарь Белого дома Джен Псапи, она усмехнулась в ответ на такой вопрос и заявила, «Большинство людей признают историю системного России, но в нашей стране с пренебрежением», сказала, вот так. Вот и всё, политика больше не останавливается у хромки вон, ни в Тегеране, ни в Пекине. И теперь только политика определяет Америку как дома, так и за рубежом. То есть, понимаете, нет никакой внешнеполитической доктрины у Байдена, там вообще нет ничего. Там есть только преклонение перед прогрессистами, которые держат за все нужные места демократическую партию и лидеров, и страшное желание уничтожить всё, что связано с Трампом и с его наследием. И это, конечно, не сулит ничего хорошего ни союзникам из Америки, как нам, например, но это не сулит ничего хорошего и с Америки. Потому что то, что начинается, то, что, так сказать, перед чем мы сейчас стоим, такого ещё никогда не было. И, честно говоря, у меня нет никаких, ни одного слова оптимистического на эту тему, которое бы мог успокоить наших слушателей. Александр, огромное спасибо. Как всегда, очень познавательно, очень интересно. Но Надежда умирает последний. Я понимаю, что... Будем делать то, что должно и будь что будет. Совершенно верно. Бог с нами и будем надеяться, что всё-таки он поможет нам и в этой очень сложной... И в то же время самим не следует опускать руки, иначе... Иначе действительно тогда ничего хорошего не получится. Надо стоять до конца. Спасибо. Спасибо. И до встречи в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры